С вами Маргарита Воробьёва и полезный дайджест о комфортной жизни в мегаполисе, красота и здоровье. Здравствуйте! Сегодня в программе личный опыт. УЗИ сделала. Интересно, какой диагноз поставит доктор. История борьбы за красивые и здоровые ноги. Проверенная экспертом. Я, кажется, ничего не чувствую. Тест-драйв инновационной медтехники. Альтернатива таблеткам и уколам. Это наиболее перспективное направление в ортопеде сегодня. Как быстро вернуть составам подвижность. Не каждое заболевание проявляет себя яркими симптомами. Так, например, варикоз имеет большой латентный период. И зачастую люди, страдающие им, попадают к врачу, когда о профилактике говорить уже поздно. В России варикозное расширение вен есть у 20% мужчин и 40% женщин. При этом количество больных ежегодно увеличивается на 2,5%. Открою секрет. Меня эта проблема тоже не обошла стороной. Но я не стала дожидаться, когда она станет очевидна всем. И решила обратиться к специалистам. История моей борьбы за красивые и здоровые ноги прямо сейчас. Она появилась в самый счастливый период моей жизни. Сразу после рождения ребенка. Поначалу я не обращала внимания на едва заметную венку и вела привычный образ жизни. Пока усталость и боль в ногах не стали моими постоянными спутниками. К счастью, каблуки нужны не на всех съемках. Поэтому есть немного времени, чтобы отдохнуть. В погоне за красотой моя любовь к высоким каблукам и тренажерному залу сыграла против меня. В 23 года я узнала, что такое варикоз. Варикозное расширение вен – это не только эстетический недостаток, но и серьезные заболевания. Поэтому сегодня я пришла на прием к флебологу. И уверена, что он мне поможет решить мою проблему. Здравствуйте, я к вам. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Доктор, после того, как родила ребенка, появилась на левой ноге некрасивая вена. При этом ноги устают, отекают и ощущения испытывают довольно неприятные. На сегодняшний день существует два направления в лечении варикозной болезни. Это классическое оперативное лечение, которое используется с давних времен. И наиболее современное – это безоперационные методы лечения. Это радиочастотная облитерация, склеротерапия, лазерная коагуляция. Эти нехирургические способы лечения проводятся амбулаторно, не требуют реабилитации и практически безболезненны. Во время процедур не будет разрезов, только проколы или инъекции. Однако какой из методов лечения подойдет именно вам, решает хирург после обследования. Давайте будем разбираться с вашей проблемой. Пойдемте. Давайте посмотрим. Да, у вас имеется варикозно-расширенная вена в типичном месте. Для того, чтобы определиться, в каком состоянии находятся ваши более глубоко расположенные вены, необходимо сделать УЗИ. В процессе исследования врач осматривает вены, оценивает их ход, состояние стенок и просвета, наличие извитости, расширений и возможных образований, выявляет отклонения от нормы. Ну что там? Сильно страшно. Варикозное расширение определяется клапанная недостаточность, большой подкожный вен. Как только вот это закроете вены, эти сразу же уйдут. О том, какой вид лечения подобрать, вам расскажет сосудистый хирург. УЗИ сделала. Интересно, какой диагноз поставит доктор? УЗИ показало о том, что несмотря на внешние небольшие проявления, магистральные вены у вас изменены и, в принципе, вам необходимо лечение. В данной ситуации я бы порекомендовал вам использование безоперационных методик, таких как радиочастотная облитерация большой подкожной вены и склеротерапия. Не волнуйтесь, страшного ничего нет. Всё это время вы будете заниматься своими привычными делами и жить обычной жизнью. Но раз проблема есть, значит, её нужно решать. Поэтому я думаю, что мы с вами ещё встретимся. Если и у вас есть проблемы, на которые вы раньше закрывали глаза, и которые казались вам незначительными, задумайтесь, не тяните, обращайтесь к специалистам, как это сегодня сделала я. Чтобы сделать всего один шаг, тело человека задействует примерно 200 мышц. Это затратная работа для организма с учётом того, что большинство из нас делают около 10 тысяч шагов в день. Согласно статистике, более 90% людей сталкивались с болью в спине. Неправильный образ жизни, неравномерные физические нагрузки или хронические заболевания становятся причинами, по которым позвоночник начинает часто напоминать о себе. Боли могут быть внизу спины или в шее, ноющими или острыми, а порой просто невыносимыми. При этом многие не обращаются к врачу. В результате запущенные симптомы превращаются в хронический остеохондроз и даже протрузию и грыжу позвоночника. Как не усугубить ситуацию и быстро снять болевой синдром, знает телерадиоведущий Александр Морозов. Его голос знаком многим. Доброе утро, Екатеринбург. К его советам прислушиваются. Я не привык доверять на слово и лично подвергаю проверке всё услышанное. Александр Морозов, авторитетный эксперт в мире автомобилей, сегодня будет тестировать непростую машину. Проверку пройдёт роботизированная система вытяжения позвоночника. Проходите, пожалуйста. Я знаю, что существует много способов вытяжения позвоночника. Роботы превзошли значительно своих предшественников и имеют ряд недостижимых пока преимуществ. Ну давайте во всём разбираться тогда. Давайте. Представьте, что это позвоночник. Так. Тяните. В разные стороны? Да. Вот так до сих пор и выглядела аттракционная терапия. Тянули по всей длине. От шейного отдела до копчика. Захватывая в том числе и здоровые позвонки, и между ними увеличивалось пространство, что могло привести к риску развития новой патологии. Современные системы позволяют прицельно работать только с проблемным сегментом, не затрагивая здоровые позвонки. Вот так с помощью роботов для вытяжения стало возможным вылечить даже самые грозные заболевания позвоночника, при которых раньше больных приходилось направлять на операцию. Раздвигаясь, позвонки освобождают пережатый нерв, боль уходит. Кровеносный сосуд также освобождается. Отёковые спаления спадают, а межпозвонковый диск восстанавливает свой первоначальный объём. Так он будет лучше выполнять свою амортизационную функцию. В результате удаётся справиться даже с межпозвонковой грыжей. Она самостоятельно начинает втягиваться на место. Роботы нового поколения позволяют задать индивидуальную программу в соответствии с диагнозом. Векторы сила тяги строго дозируются. Их непрерывно контролирует беспристрастный компьютер. Обратная биологическая связь предоставляет данные о текущем состоянии костно-мышечной системы пациента. И машина подстраивает свою работу под эти данные. А зачем это нужно? Это даёт максимальный контроль за нагрузкой. И риск травмирования сводится к нулю. Давайте проведём эксперимент. Чихните, пожалуйста. Видите, машина среагировала на возникшие при чихании напряжения в мышцах. И тут же скорректировала все параметры своей работы. Впечатляет, но хотелось бы всё испытать самому. Сейчас мы вам проведём диагностику. На этом снимке в области поясницы видна асимметрия и выраженный мышечный спазм. Сейчас ваши мышцы максимально расслаблены. Релаксации достигли даже мельчайшие мышцы, удерживающие позвонки. Отсюда необычные ощущения. Но это и есть эффект на весомости. Ну что, поехали? Я, кажется, ничего не чувствую. Нагрузка подаётся постепенно. К тому же мышцы сейчас не оказывают никакого сопротивления. И для работы достаточно минимального усилия. Новые тракционные машины не только возвращают смещённые позвонки на место. Одновременно тренируются мышцы и связки, формируя правильную мышечную память, чтобы эффект после лечения сохранился надолго. Ну что ж, лично я впечатлён возможностями современной медицины. Звучит невероятно, но роботы не только заменили таблетки в борьбе с болью в спине, но и действуют настолько бережно и точно, что могут конкурировать с руками мануального терапевта. Как правило, результат можно получить уже после первой процедуры. Смотрите, оба смышечного спазма в пояснично-крестовом отделе уже стала меньше. Сегодня роботы спасают от сложных операций при межпозвонковой грыже. Но лучше не доводить до такого печального итога и вовремя позаботиться о своём позвоночнике, как это сделал сегодня я. Если вы часто сутулитесь и ходите с опущенной головой, то это может привести к формированию второго подбородка. Дело в том, что при неправильной осанке мышцы передней части шеи слабеют, в результате чего появляется жировая прослойка. Кожа на лице и шее теряет тонус и обвисает. Заболевания аноректальной зоны сопровождаются не только неприятными и весьма болезненными симптомами, но и немалыми душевными терзаниями. Ведь посещение практолога всегда считалось в нашем обществе делом немножко стыдным. Даже к гинекологу и стоматологу люди идут с большей охотой, чем к врачу, спасающему от недуга в столь деликатной области. Однако давайте поступать разумно. Независимо от того, смущает или нет нас сама мысль о визите к практологу, существует определённая ситуация, когда к данному специалисту необходимо не просто идти, а бежать. Его называют болезнью интеллектуалов, царской болезнью и спутником цивилизации. Об этом недуге редко говорят в обществе, несмотря на то, что в течение жизни с ним сталкивается 8 из 10 человек. С проблемой геморроя не понаслышке знакомы офисные работники, кассиры, беременные женщины. В современном мире очень большое количество людей подвергается гиподемномии. Это связано с длительным сидячим образом жизни в основном на рабочем месте, например, у офисных работников, также у профессиональных водителей, что приводит к таким заболеваниям, как, например, геморрой. Малоподвижный образ жизни, недостаточная физическая активность сказываются на всех функциях нашего организма, в том числе сосудах. Кровь, поступая к прямой кишке, застаивается, стенки сосудов расширяются и деформируются, образуя так называемые геморроидальные узлы. Человек начинает испытывать дискомфорт при испражнениях и боль в области заднего прохода. Но даже с этими симптомами люди не спешат обращаться к врачу. Это, конечно, не всегда грозит жизни больного, но доставляет много неприятностей. Может быть кровопотеря хроническая, что приводит к таким сопутствующим заболеваниям, как анемия. Может осложняться тромбозами. Тромбозы, в свою очередь, очень болезненно себя проявляют. Становится невозможно сидеть, становится больно ходить в туалет. Поэтому всё-таки необходима консультация проктолога. Как известно, любую болезнь легче предотвратить, чем лечить. Людям, находящимся в группе риска, рекомендуется проходить обследование у врача-практолога не реже одного раза в год. Ещё недавно лечение геморроя представляло собой неприятный и довольно болезненный процесс. Сегодня проктология располагает множеством методик, позволяющих избавиться от болезни на любой стадии её развития. В том числе и малотравматичными техниками, такими как наложение латексных колец на узлы, склеротерапия, легирование, инфракрасная коагуляция геморроидальных узлов. Перечисленные процедуры происходят безболезненно, за один приём и не требуют от больного ограничений по работе. То есть на больничный лист человек не уходит, возвращается к своему обычному труду, к своей обычной жизни в тот же день. Малоподвижный образ жизни, стрессы, вредные привычки и неправильное питание. Причины множества заболеваний. Своевременное обращение к врачам – ключ к сохранению вашего здоровья и качества жизни. В древние века в Средней Азии для лечения геморроя целители по совету Авицен рекомендовали пациентам пить свежую кровь ежа, а больных называли «сидящий на еже». Вероятно, этот метод лечения был сродни принципу «лечить подобное подобным». Жизнь человека не может быть полноценной, если болевые ощущения периодически, а тем более постоянно беспокоят и в самый неподходящий момент напоминают о себе. Боль в суставах является одной из самых монотонных и изнурительных. При этом обезболивающие средства здесь не помощники, они имеют лишь кратковременный эффект. Да и в целом самолечение в данной ситуации может вызвать осложнение и запустить необратимый разрушительный процесс. Качественное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата способны обеспечить только специалисты. О современных и безоперационных методах решения этой проблемы расскажем прямо сейчас. При появлении боли в суставах многие предпочитают заглушить ее лекарствами. К врачам обращаются, когда болезнь достигает пика. Боль становится невыносимой, а сустав не может работать как прежде. Раньше в подобных случаях был возможен один выход – заменить изношенный сустав на протез. Но медицина не стоит на месте. Ее возможности шагнули далеко вперед. Сегодня врачи предпочитают отказываться от лекарственных методов воздействия в связи с большим риском осложнений. А также ищут альтернативу оперативным методам лечения. Благодаря инновационным технологиям сегодня можно помочь пациентам любого возраста с проблемами суставов любой сложности. Чтобы суставы вновь стали прочными и гибкими, их нужно освобождать от сливых отложений, травмирующих костных наростов и фиброзных образований. С этой задачей прекрасно справляется ударно-волновая терапия. Много лет я мучилась пяточной шпорой и даже при храме отстала. И даже не могла подумать, что так просто можно справиться с болью. Вместо протезирования врачи научились восполнять дефицит хрящевых тканей. Эластичная хрящевая прослойка играет роль амортизатора. Без нее кости оголяются и травмируют друг друга. Доктор, я уже несколько лет не прекращаю пью хондопротекторы. Неужели теперь только протез? Можно обойтись и без таких крайних мер. С возрастом обновление клеток замедляется, но скрытый резерв организма можно простимулировать при помощи плазмолифтинга. Это наиболее перспективное направление в ортопедии сегодня. Плазма – это биоматериал из собственной крови пациента. Она нетоксична и не вызывает аллергии. Исключаются осложнения и побочные эффекты. Вместе с тем инъекции, очищенные обогащенной травмоцитами плазмы, заставляют клетки активно делиться. Пораженные ткани сустава быстро обновляются, и через некоторое время сустав становится как новый. Я спортсмен. Вчера на тренировке работал со снарядом и сбил кисть. К вечеру рука разбухла и болит. Скоро соревнования. Мне нельзя пропускать тренировки. В вашем случае наиболее эффективно будет лечение высокоинтенсивным лазером. Всего несколько сеансов способны привести сустав в норму. И вы сможете тренироваться и принимать участие в соревнованиях. Высокоинтенсивный лазер быстро проникает к месту поражения и оказывает мощное противовоспалительное и биостимулирующее действие. Лазер может моментально снять даже острый приступ боли. И не нужно долго ждать, пока подействует укол или таблетка. Не терпите боль, а вовремя обращайтесь за помощью к специалистам. Знаете ли вы, что чрезмерное увлечение бегом может навредить суставам? Однако, если при активных тренировках соблюдать правильную технику, приземляться не на пятку, а на переднюю часть стопы, то нагрузка на суставы будет значительно меньше. Более безопасным и полезным для опорно-двигательного аппарата считаются виды спорта, связанные с плаванием, лыжами и велосипедом. С вами была Маргарита Воробьёва. И это всё, о чём мы успели рассказать вам на этой неделе. В следующей программе ещё больше полезных советов, которые уже готовит наша редакция. Увидимся совсем скоро.